То есть мои соперники и союзники имеют в 100 раз больше опыта в этой игре, чем я. И вы попадаете в такую же ситуацию, играя в StarCraft очень часто. Всем привет, с вами Тед. В сегодняшнем видео вы узнаете, как научиться чему угодно, абсолютно чему угодно. Будь то новый билд, стратегия или вообще новая игра. Может быть какой-то новый жизненный навык, принципы везде одинаковые. Поехали. Я, собственно, буду в нижнем правом углу. Мы на сайте статистики, в которой показано распределение игроков в лигах по StarCraft. И мы видим, что программа задана, и мы видим, что на европейском сервере 5% игроков это мастер лига и выше. А я вам всегда говорю, что выйти в мастер лигу очень легко, нужно всего лишь отточить какие-то базовые навыки. Конечно, мне тяжело поверить, когда я вам это рассказываю, потому что все знают, что я как игрок, который был в элитном дивизионе, который составляет 0,1% от всех игроков, естественно, могу со своей, так сказать, колокольни рассуждать, что очень легко выйти в мастер. На самом деле, много начинающих просто-напросто не понимают, как выглядит путь обучения. Давайте сделаем несколько графиков. На всех графиках горизонталь — это время, а вертикаль — это скилл, наш уровень игры или чего угодно. Большинство думает, что процесс обучения выглядит вот так. Мы учимся, 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 и наш скилл растет до небес. К сожалению, это совсем не так. Еще приличный кусок людей думает, что обучение выглядит вот так. Мы научились делать эту одну вещь, и наш скилл сразу же параллельно возрос. На самом деле, процесс изучения и получения какого-то скилла может быть только в виде двух графических выражений. При обучении мы всегда вкладываем время. Если мы будем вкладывать много времени, но при этом слабо подкреплять теорией или анализом наше обучение, график будет выглядеть вот так. Он когда-нибудь очень медленно придет в эту точку, на самом деле, высшую. Но когда это произойдет, неизвестно. Если же мы возьмем грамотный подход, распределим все основные принципы обучения, то наш график будет выглядеть вот так. Сначала мы будем не спеша подниматься, но потом резко наш скилл начнет расти, расти, расти до определенной точки, где уже нужно очень много навыка и упорства. И вот в этой точке мы продолжим расти уже так же, как по графику, который вот этот у нас был. При этом временные затраты у нас будут катастрофически отличаться в меньшую сторону. Как же заполучить новые навыки, используя вот этот график? Итак, мы выделим всего три пункта, а также пункт номер ноль. Именно с этого пункта всегда нужно начинать. Нужно просто попробовать и понять примерно, что нам нужно делать и хотим ли мы этим заниматься. Затем нужно определить базовые навыки, которые нужны для того, чем вы хотите заниматься, для вашего скилла, который вы хотите приобрести. Затем фокусированная практика. Это очень важно и с этим тоже у многих проблемы. Дальше через какие-то периоды проводить анализ, если надо, адаптироваться и немножко менять план тренировок. Расскажу классические ошибки, буквально недавно были к новичкам в Старкрафте. Мы позанимались, у ученика был набор билдов, которые ему нужно выучить, какое-то время потренировать, потом начать их играть на ладере, и затем уже мы их будем пересматривать. И очень часто такие новички мне пишут на третью игру, что-то я проигрываю. И ребята, это нормально, вы пытаетесь получить новый навык, вы пытаетесь сделать это правильно. Пытаетесь обрести навык не выигрывать, а научиться играть в Старкрафт. А победы это уже производные из этого навыка, стабильные и осознанные победы. Ну и как я говорил, на Старкрафте мне тяжело будет продемонстрировать все это. Поэтому мы запрыгнули на этот сайт. Это сайт Лиги Легенд. И это их распределение Лиг в процентном соотношении игроков. Как мы видим, Челленджер, Грандмастер и Мастер занимают меньше процента. То есть это примерно Грандмастер Старкрафт 2. Даймонд Лига у них занимает 2,4%. То есть это что-то типа Топ Мастер Старкрафт 2. Ну и условное. Мастер Лига начинается где-то с Платины 3, Платины 4. Пока новый сезон Старкрафт не начался, я хочу вам показать, что с правильным подходом и грамотными время затратами можно достичь чего угодно, если у нас действительно правильный подход к делу. И нулевой первый и второй пункт я уже сделал. На экране вы видите карту Лиги Легенд. У нас есть две команды. Синяя и красная. В каждой команде по 5 человек и вы играете какую-то роль. Есть тот, кто стоит на центре. Тот, кто стоит сверху. Нижняя линия. На ней играют два игрока. И лесной персонаж. Я зашел на сайт статистики по персонажам. И в качестве челленджа для себя отборочный я проходил на персонажа, которые меньше всего выбираются игроками. То есть самыми непопулярными и в придачу на центре у персонажа Азир самый отвратительный винрейт вообще во всей игре. Статистику я смотрел по корейскому серверу, а играл на русском. Тут же я подсмотрел руны на этого персонажа. Руны позволяют кастомизировать и привносить персонажу каких-то особенностей. Поэтому каждый персонаж может играться немножко по-разному. Самое главное, при начале игры вы выбираете основную роль и второстепенную. Для теста я сыграл 10 отборочных игр. Результат 4 победы, 6 поражений. Что важно. Я начал проходить эти отборочные, и я уже анализировал и собирал какую-то статистику. Сколько раз мне даст мою основную роль? Сколько раз второстепенную? Основную роль я поставил на центр второстепенную в лес. Как мне кажется, эти роли наиболее могут оказывать влияние на игру. А так как мы играем в командах, которые будут лишены командного взаимодействия, это важно. Иметь свое влияние на игру. Самое главное, иметь план, придерживаться его. И только изредка производить какие-то изменения. Вот в этом большая ошибка многих начинающих. Сейчас, на примере Старкрафта, новичок берет своих 3 новых билда. Он их еще не умеет играть. Но он уже пробует. И так как он не умеет, он проигрывает. Самое главное в этот момент, когда ты проигрываешь, начать понимать почему. Именно здесь мы можем фокусированную практику проводить. Небольшой экскурс в мои первые игры. Итак, первая игра на Азире. Хотя, наверное, для начала я вам скажу, что вот это вот миньоны каждой команды. Синий и красный. И когда вы их добиваете, вы получаете денежку. Вы получаете золото. За золото вы покупаете артефакты, которые усиливают вашего персонажа. И вы, соответственно, можете вносить больше в любую игру и в любую баталию. При этом вы находитесь постоянно в режиме сражения с вражеским чемпионом. Поэтому добывать золото вам будут мешать, конечно же. Отсюда складывается моя основная стратегия. Я хочу добывать как можно больше золота. Но также золото дается из-за убийства вражеских персонажей. Поэтому первые игры я играл агрессивно. Я абсолютно доминировал над своим соперником. И это видно по количеству добитых миньонов. То есть у меня уже идет огромное преимущество по золоту на этом этапе игры. Хотя только начало. Но из-за моей агрессивной игры получались такие штучки, что я умирал. Посмотрите. На последних жизнях соперник выживал, убивал меня и получал за меня, естественно, золото. Из-за этого в какой-то момент доминация переходила к сопернику. И когда вы хотите научиться, вам нужно понимать, какие у вас есть контрольные точки, каким показателем вы можете стремиться. Эти показатели, начальные, именно базовые навыки, должны на 100% зависеть только от вас. Я взял две основные точки и основные показатели. Первая точка это 10-ая минута. Как вы видите, у нас на 10-ой минуте добито 60 миньонов. Я сравнил эти показатели с игроком из Гранд Мастер Лиги. И увидел, что он добивает 90. То есть уже на этом этапе мы от него отстаем. Почему я сосредотачиваюсь именно на добитых миньонах? Все очень просто. Этот показатель не зависит от конкретного времени, от конкретно затраченного времени на то, чтобы усовершенствовать свой скилл. Чтобы понять, как ваш персонаж играет против вражеского персонажа. Это микро. Как и в Старкрафте, микро это самое последнее, что мы хотим учить. Я не хочу смотреть, что делает какой персонаж, по одной простой причине. Мне для победы этого не надо. И сейчас лирическое отступление. Это лишь теория и мое мнение. И мне хочется показать вам на практике, как это работает. Что важно, так это действительно, сколько золота я могу собрать. Следующая контрольная точка, это 20 минут. И на 20 минуте у меня 133 убитых миньона. Заметьте, это почти лучшее значение по нашей команде. Тем не менее, у игрока из Гранд Мастера было бы уже 185. Это катастрофическое отставание. Он на 20 минуте имел бы на 2-1,5 предмета больше, чем имею я. И это именно то, на что я могу повлиять. Конечно же, я заметил, что я также отстаю на лесном персонаже от Гранд Мастера, как и на Мидере, или любой другой роли. И вот моя первая игра на лесном карту. Не успев зачистить одну половину карты, я уже возвращаюсь на базу. И я посмотрел, а что же делает Гранд Мастер на третьей минуте? Гранд Мастер в 3.15 уже полностью зачищает всю карту. То есть не одну половину, а две своих половины карты. И это очень интересно. Помните график. Сейчас сел бы и просто сидел бы и играл на этом картусе в лесу. Я бы очень-очень-очень-очень долго учился. И здесь мы приходим к фокусированной практике. Как я буду тренировать этот аспект? Я уже чуть-чуть потренировал. Все очень просто. Я буду включать игру с ботами и тренировать только первые 3 минуты игры. Потому что именно от этих 3 минут будет зависеть потом, как пойдет игра. Ребята, к вам, вот старкрафтерам сразу. Вот вы не хотите учить открытие. Нормально поставить первых 4 здания. Но именно от открытия зависит то, как будет идти ваша игра дальше. И здесь я хочу показать то же самое. Я просто научусь на пустой карте против ботов защищать все к третьей минуте 15 секунде. Это фокусированная практика против ботов. А затем я пойду уже играть это же с человеками. Сразу скажу, вот это мои последние игры. Здесь, как вы видите, я уже имею золото лучшее, чем почти у каждого игрока из вражеской команды. Хоть мы и проиграли. Потому что я как раз таки старался. Старался больше собирать золото. При этом количество участий в битвах у меня тоже самое высшее в нашей команде. А вот последняя игра на Азире. Я ее выиграл и посмотрите, у меня золото больше, чем вообще у каждого игрока в этой игре. А все почему? Я стал играть спокойнее и просто сосредоточился на том, чтобы добивать миньонов и зарабатывать за них денежку. В это же время я пытаюсь анализировать, с кем я играю на данном русском сервере и как мне с ними можно взаимодействовать. Посмотрите внимательно, мы вместе с моим союзником нападаем на соперника. и в последний момент он разворачивается. Я воспринял вот этот поход моего союзника в эту сторону как то, что он собирается окружить здесь или еще что-то сделать. Хотя этого делать было не нужно, конечно же. И продолжаю битву. К сопернику приходит другой его союзник и начинает защищать. Мне, собственно, приходится отступать. И я попадаю в западню. Я попадаю в западню, использую свою ультимативную способность и пытаюсь обмануть. Прыгаю наверх, уворачиваюсь от всех способностей, затем они все идут за мной наверх, я иду обратно вниз, опять их обманываю. И это куча времени, чтобы мой союзник мне помог. Вижу, что соперник ошибается и тут же его добиваю. Это все, что я могу сделать в этой ситуации. Я хотя бы разменялся один на один. На меня потратили ультимативные способности. Я погиб. И где мой союзник? А он пошел вот в лес. Он пошел в лес погулять и я бы мог сказать, что так вот союзники плохие и поэтому я буду проигрывать и поэтому все плохо, невозможно подняться. И это логика 99% игроков. Я же думаю только о том, что могу сделать лучше я сам. Во вторых я анализировал вот эти битвы, которые происходили у меня с моими союзниками. Я смотрю о том, как они держат позицию, как я организовываю битву, создаю им вот такое классное пространство для боя, держу свою позиционку, чтобы не попадать под вражеские атаки, наношу катастрофический урон, стою всегда за зоной поражения вражеских скиллов и соответственно делаю дабл килл, убегаю от соперника, чтобы он не мог меня убить, уворачиваюсь, трипл килл, то есть наношу просто сумасшедший урон. В то время, пока моя команда не особо понятно, чем занимается, где-то умирает и каждый раз сделает кучу ошибок и страшную позиционку. И тут я понимаю в этой игре, в последней игре, что мне, скорее всего, стоит поменять персонажа. Есть такая штука, ребята, что если вы грандмастер, вы можете любым билдом в принципе доходить до грандмастера, потому что у вас все навыки, нужные для игры, развиты. То есть у меня же в Лиге Легенд на данном уровне микроконтроль уровня картофелины. И так как мой персонаж, которого я выбрал сразу, требует позиционки, потому что он призывает вот этих вот песчаных солдат, которые дерутся в определенном радиусе, виден этот радиус вокруг них. И перемещаться они могут в очень длинные промежутки, то есть каждые 10 секунд я их могу передвинуть. И мне нужна команда, которая понимает, как со мной взаимодействовать. Вот я иду спасать своего союзника. У союзников, кстати, синяя жизни, если кто до сих пор не понял. Сюда же пришел вражеский мидер. Давайте посмотрим. То есть только что я отправил двух солдат на помощь моему союзнику, а он своей способностью выкинул из зоны поражения солдат соперника. И в итоге мои солдаты теперь не могут бить по вражескому персонажу. Из-за этого мне приходится призывать нового и передвинуть их опять. Поэтому начинается очень-очень сложная битва с соперником. Мне приходится уворачиваться стеной, откидывать его на других солдат, призывать новых и переставлять. То есть нужно делать постоянно очень сложные мувы, просто чтобы хоть как-то мой персонаж работал, потому что без солдат он не наносит урон. Показываю вам последнюю битву. Я иду, вижу, что на центре начинается война и понимаю, самое время делать телепорт. Благо, у меня есть такая способность. Я телепортируюсь прямо в битву, включаю башню, начинаю сражаться. Сразу же убиваю вражеского саппорта. Затем нападаю на соперников, отбиваю их стеной к моих солдат, делаю даблкил в воздухе, вижу, что на меня охота идет, кидается бочка, я делаю уворот, посмотрите, какой красивый уворот, нападаю солдатами обратно на моего соперника и добиваю его. На последних жизнях делаю триплкилл и таким образом на микроконтроле в бою я перевернул этот бой, пришел, убил троих и мы победили эту игру. Какие отсюда выводы и что я буду делать? На русском сервере меня калибрануло в серебро 4, что по меркам Лиги Легенд лучше, чем 25% игроков. Приемлемо, но, конечно же, плохо. Однако, в этом и интерес челленджа. В ближайшие две недели я буду пытаться играть в среднем по 3 часа в день. И в сумме у нас получится 40 часов. Это как раз таки то число, которое я могу назвать каждому. Что этого достаточно, чтобы подняться в топ игроков. Помните, что важен анализ по периодам. То есть, я не пытаюсь после каждой проигранной игры, после каждой абсолютной игры что-то менять и что-то делать. Я сыграл 10 игр по одной стратегии, придерживался этой стратегии и получил результат. Теперь я вношу в нее коррективу, а именно, я меняю персонажей на более простых, с которыми моей команде будет проще взаимодействовать. И свой стиль я оставляю неизменным. Мне нужно добивать примерно 80-90 миньонов на 10-й минуте и 180-200 к 20-й. Вот к этим двум параметрам я буду стремиться. Я не буду сосредотачиваться на том, как я сражаюсь на линии. Линию я скорее всего буду отдавать и буду пассивно ее стоять. Но самое главное, я буду сосредотачиваться и драться только миньонами. То есть полнейшее ПВЕ в Лиге Легенд. Как я этому научусь? Точно так же я буду играть с ботами. То есть включать пустую игру с ботами и играть. На это у меня уйдет первые 10% тренировки. То есть 10% это отточка ключевых навыков. Это 4 часа. Без целенаправленной практики вы видели мой прогресс от очень не кокучего нормальному Азиру даже на моем рейтинге. Хотя я вообще не тренировался. Я без понятия какие способности даже у меня и сколько они наносят урона. Это к слову тем, кто знает сколько наносит танк плэшом, когда сам играет в бронзе. То есть это ненужное знание для того, чтобы подниматься. Что самое интересное? То, что соперники и союзники, которые играли со мной, очень много меня обсуждали. Они обсуждали в первых моих играх. У моих союзников уровни были 500+. Я вам скажу так. 30 набить это было не быстро. Это примерно было полтора-два месяца. Хотя для справки конечно же набивал я его одной игрой против ботов в день, но которая дает опыта примерно как 4 игры. То есть мои соперники и союзники имеют в 100 раз больше опыта в этой игре чем я. И вы попадаете в такую же ситуацию играя в StarCraft очень часто. Но могу ли я с целенаправленной практикой и правильным подходом выйти в топ-5 или хотя бы в топ-10 процентов игроков за две недели? Пишите что вы думаете в комментарии. А с вами был Тед.